Добрый день, дорогие коллеги! Мы говорим об эндокринных артериальных гипертензиях. Причем эти пациенты, они все-таки чаще всего приходят, как мне кажется, к кардиологу, поскольку существительные здесь гипертензии, а эндокринные это прилагательные. Или, Валентин Викторович, бывает, что они приходят напрямую к вам? Ну, вы знаете, если в общем и целом сказать об этой проблеме, я могу, забегая вперед, точно, как говорится, и по опыту, и по литературе, и как угодно сказать, что в подавляющем большинстве случаев вот этот так называемый эндокринный генез артериальной гипертензии, не очень хорошее понятие, Но, скажем так, эндокринные заболевания, как причина артериальной гипертензии, как правило, будут исключены. Даже в тех ситуациях, когда исходно пациенты приносят какие-то перекошенные гормоны, они приносят какие-то компьютерные томограммы с чем-то в надпочечниках, то все равно вот в этой общей массе, как правило, артериальная гипертензия оказывается, вердикт оказывается, что здесь гиперпродукция гормона ни при чем. То есть нет того заболевания грубого, грубой патологии, опухолевой, как правило, с выраженной гиперфункцией, то есть с выраженной гиперпродукцией какого-то гормона, там, альдостерона, кортизола, катехоламинов. То есть чаще всего все сведется к тому, что пациент вернется к вам, Антон Владимирович, вернется. С записью моего здесь нет. Да, да, да. То есть чаще всего к вам... С паской вас, Антон Владимирович. Чаще всего там кто-то наловит, сразу бросит динамит в лабораторию, посмотрит все гормоны там от А до Э, от АКТГ до эстрадиола, а дальше скажет, слушайте, идите к эндокринологу, вот пусть он посмотрит, что я там наловил, что у меня всплыло. Вот, ну, мне, конечно, очень хочется, это то, чем я занимаюсь много лет, чтобы все-таки кардиологи, терапевты, интернисты, скажем так, врачи, не эндокринологи, хотя бы в плане первичной диагностики были самодостаточны. Действительно, многие заболевания, которые приводят к развитию эндокринных артериальных гипертензий, ой, я выкрутился, вот, они довольно редкие, а все редкие болезни должны аккумулироваться в одних руках. Ну, согласитесь, все-таки пациентов с синдромом Кушинга с феохромцитомой должны лечить специализированные центры. Ну да, и тесты должны быть направлены на исключение, действительно, на исключение. Но направление должно быть обоснованным. Ну, вот, давайте посмотрим, что предлагает нам Европейское общество кардиологов в качестве показаний вообще к скринированию вторичных артериальных гипертензий. Кстати, это не редкая ситуация. То есть, я очень люблю на эту тему говорить. Это большой пул заболеваний. И даже если вспомнить такую студенческую статистику, там, 90% гипертонии – это эссенциальная гипертония, там, она же в девичестве гипертоническая болезнь – 10% вторичной гипертонии, то все равно, если мы пролечили за месяц, там, за два месяца 100 гипертоников, то у 10 мы должны поставить диагноз вторичной гипертонии. А может быть, эндокринная, может быть, вазоринальная, может быть, нефрогенная и так далее. Ну, давайте посмотрим, что нам предлагает Европейское общество кардиологов. Молодой возраст. Ну, относительное такое показание. Ну, наверное, да. Все-таки в 20 лет действительно нужно думать о вторичной гипертонии. 45 лет уже довольно часто бывает гипертония эссенциальная. Острый дебют гипертонии с частыми кризами – быстрая стабилизация давления. Ну, наверное, когда авторы писали про частые кризы, наверное, они все-таки держали в голове фиохромоцитому. Во всех остальных случаях непонятно, что имеется в виду под острым дебютом. Дело в том, что дебют гипертонии, ровно как и дебют сахарного диабета второго типа, это зачастую всего-навсего дата первого измерения, там, артериального давления или уровня глюкозы. Я буду настаивать на том, что артериальная гипертензия в большинстве случаев подавляющих не имеет симптомов. Это фактор риска, это не болезнь. Соответственно, высокая, в принципе, факт высокой артериальной гипертензии, ну, наверное. Ну, вот это вот. Я бы вот тут момент вставил бы с вашего разрешения. На самом деле, вот эта вот штука, она, по моим ощущениям, она не работает. Я имею в виду, что она такая уж тяжелая. Но могу сказать, что вот гиперальдестеронизм, это, как правило, не тяжелая гипертония из всего того, что мне приходилось видеть. Она не тяжелая. При, ну, феохромоцитома, да, действительно, она может быть, подчеркну, тяжелой. Но, забегая вперед, скажу, что большую часть феохромоцитома на сегодняшний день составляют фео, которые вообще не имеют никаких клинических проявлений. Это просто объемное образование надпочечника, случайно выявленное при КТ, и пациент проходит скрининг, и у него определяются метанефрины, да. Более того, у части пациента давление даже падает, по сути дела, без гипертензии. То же касается Кушинга. У меня, опять же, нет ощущения, что это какая-то безумная артериальная гипертензия. То есть, я бы вот этот момент сказал бы, что, вот, клянусь вам, что большая часть случаев тяжелой, как вот говорят, когда цифры совершенно какие-то такие вот заоблачные, гипертензии, я лично в этой ситуации чаще исключал гипертензии. То есть, это ваши, опять же. То есть, самые тяжелые гипертоники, они, опять же, это ваши, а не наши. Вот я как бы в общей массе сказал, в абсолютных значениях. Поэтому, если у человека умеренная гипертензия, это совершенно не означает, что у него нет того, о чем мы говорим. Вот этот вот момент важен подчеркнуть. Я, кстати, совершенно с этим соглашусь. Причем, ну, здесь речь идет об исключении вообще вторичной гипертензии. Это стандартный, с этим нельзя не согласиться, потому что, если есть это, то, безусловно, надо исключать. Но я как бы сразу скажу, что вот это вот, ну, скажем так, есть определенные маски, которые порой нам мешают, я о них еще скажу. Но вот одна из них, это что это какая-то тяжелая гипертензия. Вот она на самом деле, по моим ощущениям, она не такая-то и тяжелая, в общем. Может быть тяжелая, но вот как бы этот момент. Вот это важная вещь. Я, кстати, совершенно соглашусь. И вот то же самое, на мой взгляд, касается и вазоренальной гипертонии. В общем, я даже иногда говорю, что я чувствую просто свою персональную ответственность за это. Поскольку мы много лет говорили, что вот вазоренальная, она вот самая тяжелая, она злокачественная. Но на самом деле в основе вазоренальной гипертонии лежит бляшка почечной артерии. Бляшка растет постепенно, стенозируется артерия постепенно. Причем, если пациент там принимает худбед на какую-то терапию, там, статины, то вот это постепенно, оно будет еще меньше. То есть это далеко, действительно, далеко не всегда такая вот тяжелая и далеко не всегда, кстати, резистентная гипертония. Но факт резистентной гипертонии, то есть неэффективной стандарты трехкомпонентной терапии, это, в общем, достаточно такое веское показание к тому, чтобы хотя бы в этой ситуации задуматься, не зеваем ли мы вторичную гипертонию. Быстрое развитие органов мишени, ну, соглашусь, скажем, тот же гиперальдостеронизм. Там есть еще проблема в виде, собственно, избытка альдостерона, который сам по себе не очень хорош. То есть вне даже вот эффекта повышения давления, потому что это фиброз, это нарушение ритма сердца и так далее. Отсутствие гипертонии в семейном анампе. Ну, наверное. Если, конечно, если там молодой человек пришел в 25 лет с гипертонией, у него нет никого гипертоников, ну, наверное. Но опять же это... Ну, мутноватый такой путь. Мутноватый, да. Ну, и последнее, вот, собственно, то, чего может не быть. Вот когда прямо у пациента на лице написано, что здравствуйте, меня зовут синдром Кушинга. Но тоже я так подозреваю, что и в ситуации с Кушингом это не всегда так просто различить. Поэтому, как мы видим, вот эти вот показания, они, в общем, довольно призрачные, они довольно нечеткие. И прежде всего, наверное, если мы вообще не задумываемся о том, что эти болезни существуют, то, собственно, сложнее их... Ну, вот я опять же хочу сказать, что вот все равно, вот я просто, чтобы понимали, что это диагноз исключения. То есть здесь, вот если взять вот это все, что перечислено на этом слайде, то это все равно, как правило, будет эссенциальная гипертензия. Вот если взять, собрать в одном месте всех людей, соответствующих этим признакам, то, опять же, просто надо понимать, что, да, это вот как бы поводы обследования. Но надо опять же понимать, что все равно в результате этого обследования, если их собрать дружно, то все равно окажется, что это вот все, это будет окажется в итоге эссенциальной. Ну, на сегодняшний день, так скажем, эссенциальной, потому что, может быть, когда-нибудь она превратится не в эссенциальную. Ну, давайте дальше поговорим, собственно, о основных трех вариантах артериальной гипертензии, то есть синдром первичного гиперальдостеронизма, опухолихромофинной ткани, синдром Кушинга. Летом нынешнего года, 23-го года, европейцы, Европейское общество гипертонии выпустил новые рекомендации по артериальной гипертензии, и там они, ну, как мне кажется, сделали очень такие удачные картиночки, такие напоминалочки по основным формам вторичных артериальной гипертензии, поэтому я предлагаю, вот, коль скоро это новый документ, новые картинки, вот я предлагаю их взять за основу. Ну, вот первое, наверное, что требует комментариев, это, конечно, распространенность первичного гиперальдостеронизма. 6-20% говорит нам Европейское общество артериальной гипертензии. У меня была диссертация по первичному гиперальдостеронизму, то есть я, казалось бы, этих пациентов, в общем, должен видеть, и, ну, как-то задумываться о существовании этой формы гипертонии, но, честно говоря, вот занимаясь там четверть века практически проблемами гипертонии, я бы, наверное, не подписался под этой цифрой. Может быть, опять же, мы их не распознаем и не видим вот такой нетяжелой, нерезистентной гипертонии, просто не видим этих пациентов. Ну, если сюда включить все ситуации, там, низкорениновый какой-то, который назывался раньше, в моем детстве, низкорениновый, да, то, в принципе, как бы здесь вот критерии диагностики вот этой вот узелковой гиперплазии двухсторонней, когда там начинается игра в эту серую зону этих показателей, она, понимаете, как бы, она, естественно, может дать разные результаты. Плюс, обычно, это все результаты и цифры специализированных центров, поэтому это не, так сказать... Не популяционные данные. Ну, это не данные, как бы, поликлиники, да, общей практики, абсолютно. Ну, с другой стороны, если в поликлинике, скажем, частота анализа на альдостерон и ренин будет составлять за год ноль, то, по-видимому, распространенность будет такой же. Ну, наверное, самое главное, что нужно сказать про первичный гиперальдостеронизм, чаще всего это пациенты, не имеющие иных симптомов, помимо, собственно, артериальной гипертензии. То есть, то, что видел Джером Кон в 1956 году, это были самые тяжелые пациенты. Причем, по-моему, если я правильно помню историю эндокринологии, те времена даже не было еще аналитики, там же, по-моему, эти гениальные эндокринологи, они еще не могли, собственно, гармон посмотреть. Нет, ну, по сути дела, все упиралось в то, что вообще определение стероидов достаточно сложно, они отличаются там минимально, это какой-то группой, да, и в данном случае речь шла о крупной опухоли надпочечника, причем уже пациент, если я не ошибаюсь, даже с почечной недостаточностью. То есть, ну, тем не менее, это было... То есть, альдостерон-то, в общем, известен человечеству еще относительно не так давно. Это стало понятно в годах в 70-х, что он есть вообще как таковой. При том, что Кон написал, вот эта первая публикация, это 1956 год. Ну, вот что-то там мутное, вся эта история, она очень интересная. По поводу гипокалиемии. Значит, надо понимать, что во времена Кона лечили гипертонию, если ее вообще лечили, высокими дозами диуретиков. Диуретики – это группа препаратов, которые исторически появились одними из первых. Не считая седативных препаратов, каких-то примитивных ВАЗ-дилататоров, алкалоидов Роу-Вольфи, в принципе, эти азидные диуретики, они появились как раз в конце 50-х годов. И назначали их в высоких дозах, и зачастую эта гипокалиемия, она была диуретик-спровоцированная. То есть, именно потому, что сейчас мы не лечим пациентов высокими дозами диуретиков, мы, собственно, не видим такой вот тяжелой гипокалиемии. Но, несомненно, гипокалиемия – это аргумент для дообследования пациентов. Следующий вопрос, конечно, какие использовать гормональные тесты. Мы традиционно, мы уже пережили, наверное, несколько этапов. Когда работали это в начале века, тогда еще ориентировались на маршевую пробу. Да, маршировали. Там гуляли пациенты бедные в три часа. Это вообще, кстати, не так просто. Но сейчас вроде бы от маршевой пробы как-то уже отказываются. Сейчас, если посмотреть на текущие рекомендации, то у нас есть альдостерон-рениновое отношение. То есть, предлагается посмотреть альдостерон, предлагается посмотреть ренин. Ну, уже вроде активность ренина давно не делают. Сейчас прямая концентрация ренина. Стандарт. Дальше открыть справочник и посмотреть для соответствующих размерностей, какое должно быть альдостерон-рениновое соотношение. Да, ну вот сейчас я покажу вот этот слайд, а потом вернусь на предыдущий этап. Вот я уже второй раз за последний год вижу вот эти критерии. Причем, обратите внимание, вопросительный знак здесь мой, и здесь нет ссылки. Потому что вот я ее два раза видел. Один раз в слайдах, которые мне прислали на рецензию. Один раз в презентации коллеги. Я говорю, слушайте, откуда вы это взяли? Вот где этот первоисточник? Вот где это написано? Ну, просто есть рассуждение о том, что определение самого альдостерона оказывается более значимым. Потому что, ну, условно говоря, если ренин неопределяемый вообще, то, соответственно, альдостерон может быть не таким высоким. Но, в принципе, я вам хочу сказать, что, вы понимаете, я считаю, что здесь больше какой-то схоластики. Я бы считал и то, и то. Если вы видите неопределяемый уровень ренина, вот как бы я хочу сказать, то и у пациента есть артериальная гипертензия, альдостерон может быть повышен не так и сильно. Могу сказать вот так. Ну, естественно, отношение будет тогда, конечно, еще высок. Ну, остается отношение. Пока остается отношение. Это было буквально несколько статей одного и того же автора, который вот говорит о том, что, собственно говоря, вполне достаточно обращать внимание на альдостерон. То есть, все-таки, вот это пока не есть какие-то общепринятые критерии, которые... Вы знаете, я хочу сказать нашим дорогим докторам, что, в принципе, как бы основной ошибкой является вообще неопределение уровня ренина. То есть, уровень ренина просто не определяют. Определяют уровень альдостерона. Вот. Альдостерон, как вы понимаете, он может быть повышен по тысяче причинам и, скажем так, в том числе вследствие того же приема там мочегонных и так далее. Да и вплоть до цирроза печени. Вплоть до чего угодно. Поэтому, то, что касается лаборатории, я еще одну вещь скажу, что, в принципе, поскольку ренин, ну и, собственно, активность ренина плазмы, она не так уж плоха, потому что, по сути, ангиотензин определяется. Этот тест, скажем так, более даже точный. Почему? Потому что это белок. Его можно точнее определить в крови. Потому что альдостерон – это стероид, и он неизбежно дает вот этими иммунометрическими тестами, он дает косяки всякие. Как это будет всегда при определении на сегодняшний день любых стероидов в рутине вот этими тестами, которые есть. Поэтому без ренина, в принципе, здесь говорить вообще не о чем. Вот. То есть, как говорится, вы хотя бы, так сказать, дорогие мои, вот эта вот схоластическая беседа о том, сам альдостерон при неопределяемом ренине, либо вот это вот альдостерон-рениновое соотношение, определяйте ренин самое важное. Потому что обычно вот в этой кипе, кстати, который приходит, там просто его нет, этого ренина. Да, нету. Это, как говорится, вот просто, я сказал, что сделана куча тестов, и неправильно, потому что сданы кортикостерон, вот эта вся вот эта лабуда, вот эти какие-то, вот я не знаю, там стероидные профили. 17 КС, 11 ОКС. Ну, стероидные профили какой-то, бог его знает что, но нет ренина. Вот понимаете, как бы вот просто. Я опять же соглашусь, и я бы даже вот сказал, что для меня, скажем, при дифференциальной диагностике важнее будет ренин, потому что у пациента с тяжелой артериальной гипертензией, я хотя бы понимаю, куда смотреть. В сторону первичного гиперальдостеронизма или в сторону каких-то вот нефрогенных, там, вазоренальных гипертоний, о чем будет говорить там высокий ренин. Диагностика высокорениновой гипертонии – это отдельная история. Слушайте, да, кстати, самое-то еще важное тоже, вот самый высокий уровень альдостерона, который приходилось видеть в жизни, это были порой цифры, там, ну, не пятизначные, но четырехзначные точно были. Это было вот значительное, очень сильное повышение альдостерона, это почти всегда будет вторичный гиперальдостеронизм. То есть, при первичном он не такой безумно высокий, то есть, он не будет в тысячах измеряться. А вот если человечек, допустим, он любит, девушка сгоняет у себя отеки, да, и при этом еще и зачем-то определяет, соответственно, да, не существующие отеки. То есть, вот если назначать по полной все эти препараты мочегонные, то там альдостерон и ренин, они могут достигать катастрофических цифр, если это продолжается долго. Поэтому, вот я могу сказать, самый высокий альдостерон и самая частая причина повышения альдостерона – это вторичный гиперальдостеронизм. То есть, он несопоставимо чаще, наверное, я не знаю, во сколько раз в стоны раз встречается чаще, чем первичный. То есть, все-таки вот эта классическая схема, она остается актуальной, она остается валидной. Вот то, что в рекомендациях уже довольно таких основательных, да, 2016 года было провозглашено. То есть, мы смотрим альдостерон и ренин и делим одно на другое, в принципе, пытаемся понять, в какую сторону двигаться. Ну, это не даст грубые ошибки, вы понимаете, как бы точно. Да, там, возможно, некоторые вариации на тему, там, давайте поиграем в эти дроби, ну, в целом, опять же, определить ренин. Вот что. Ну, вот, мне кажется, здесь, поскольку все-таки правильная диагностика первичного гиперальдостеронизма, она достаточно замысловата. И вот здесь, наверное, на этапе высокий альдостерон, скорее высокий ренин, скорее низкий, я подозреваю первичный гиперальдостеронизм. Вот здесь надо пациента направить в правильные руки. То есть, вот, функциональные пробы, там, селективная флебография, вот это то, что, конечно, ну, в общем звене, наверное, недоступно, и мало кто это делает. Ну, и даже не в общем звене, на самом деле, чаще всего это, в общем, и делать-то и не надо. Потому что все определяется, на мой взгляд, ведь наш диагноз, кстати, этого гиперальдостеронизма, он ведь всегда должен иметь некий... Ну, мне кажется, всегда в эндокринологии, кстати, чтобы не уйти в гормоны, как это бывает, уйти в гормоны, то есть в вечность, как в звездное небо. Надо понимать, что есть, как бы, в конце этого пути всегда нужно будет ответить на вопрос, как помочь пациенту. А помочь пациенту, здесь совершенно справедливо, так сказать, критерием истины будет вот эта вот конечная точка. То есть, конечная точка, это что, это при солитарной альдостероме, да, возможен эффект от адреналоктомии, понимаете. То есть, это возможно, но, понимаете, как бы, если я не вижу вообще в надпочечниках образования никаких, надо ли мне делать что-то вообще, когда все равно, опять же, все закончится консервативной терапией. Ну, вот эта вот картиночка мне очень нравится, вот она как раз, да, она как раз демонстрирует, что уже далеко не все случаи первичного гиперальдостеронизма, это классический коновский гиперальдостеронизм, то есть аденома. А большинство ситуаций это не опухолевые образования. 80% низкого ренина с гиперальдостероном, соответственно, относительно высоким, это будет не, соответственно, объемных образований не будет, либо это могут быть объемные образования, но другого совершенно происхождения. Это тоже отдельная тема, но, как бы, потенциально надо понимать, что глубина обследования, она определяется чем? Планируется или потенциально возможно хирургическое лечение, или невозможно. Более того, я вам скажу еще крамолу, одну, очень серьезную крамолу. Альдостерома практически никогда не бывает злокачественной. То есть, там проблема рака, коры надпочечника вообще не стоит. И, по сути дела, ну, условно говоря, да, с учетом того, что в половине случаев после адреналэктомии по поводу вроде как даже доказанной селективным забором альдостеромы гипертензия сохраняется. Ну, хорошо, гипокалимия, если тяжелая была, мы спасаем от гипокалимии. Можно рассуждать про, там, так сказать, альдостерон-индуцированную гипертрофию миокарда. Но зачастую, понимаете, как бы, все равно мы продолжаем лечить артериальную гипертензию. Ну, вот это была как раз... Тут, опять же, вопрос возникает, а что, собственно, вот если у вас нет какой-то уверенности в этом, то почему... Ну, хорошо, подтвердили вы гиперальдостеронизм, да? А если вы не очень подтвердили? А если вы не очень уверены? А если там вот что-то еще? А если там с двух сторон образование? Ну, вот вопрос, ну, нужно ли здесь уходить, как говорится, вот во все тяжкие? Особенно, если у пациента уже есть, грубо говоря, патология органов мишеней, то, что называется гипертензией. То есть, не дать ли им просто консервативную терапию, ну, хорошо. Вот здесь, мне кажется, очень интересный вопрос. Я до сих пор не знаю, вот занимаясь этим уже 20 лет, я до сих пор не знаю ответ на этот вопрос. То есть, мы уже договорились, что гипертонии при первичном гиперальдостеронизме даже, они бывают достаточно такие, ну, не тяжелые, то есть, достаточно добротачественные. И, в принципе, даже если предположить, что это там альдостерома, я ее могу лечить как-то консервативно. А вот следующий вопрос. Гипокалемия, заметьте, примерно в двух-третьих случаях, она такая, в общем, там, ну, хорошо, но мы добавим что-то, что это гипокалемия. Хорошо, ингибитор АПФ будет какой-нибудь, все равно ведь будет. Да, ну, не дадим тиозидный диуретик, дадим ингибитор АПФ, там, ну, может быть, дадим какую-то, там, крошечную дозу спиронлактона или там эплеринона. Но вот вопрос, вот этот теоретический избыток альдостерона, вот сам по себе, опять же, вне артериальной гипертензии, он вот опасен, да, либо вот начихать на него. Если я могу лечить гипертонию, то лечу и победителей не судят. Ну, это в культуре клеток, если показано, что там в культуре клеток миокарда, что если ее залить альдостероном или погрузить в раствор альдостерона, там, 40-процентный, прошу прощения, что она не будет давать гиперплазию, это ведь миокарда. Ну, понимаете, ну, в клинике это порой очень-очень-очень сложно это экстраполировать на конкретного человека. Особенно, если перед нами пациент со стажем гипертензии лет 10-15, то вообще, как говорится, тут вот, ну, ну, то есть, вот в этом гиперальдостеронизме, я хочу сказать, что есть элемент большой мутности, когда речь не идет о конне классическом, который встречается относительно нечасто. Вот. И плюс к этому у меня такое вот внутреннее ощущение, что это, в общем, в какой-то момент это станет категорией консервативного лечения вообще, этот гиперальдостеронизм в целом. Потому что, ну, за исключением, конечно, явных, там вот просто она вот одна солитарная, просто солитарная аденома, вот у вчера, только вот вчера развившаяся гипертензия, и там вот она прям вообще. И там все, и ренина нет, и вот все вот так красиво, что... Да, вот я помню, первая пациентка в диссертации такая была, 32 года, такая красавица, блондинка, давление 200 на 120, среднесуточное, соперировали, потом еще 20 лет общались, весь катан раззнали. Я понимаю, у вас, она же блондинка, и было 32, 20 лет еще, да, 52. В принципе, да, согласен. Давайте подведем итоги гиперальдостеронизма и двинемся дальше. Итак, гипертония далеко не всегда тяжелая, далеко не всегда резистентная, гипокалиемия встречается, опять же, не во всех случаях. Тест скрининга – это альдостерон-ренин, обязательно альдостерон-рениновое соотношение, скорее высокий альдостерон, скорее низкий ренин. Дальше это повод к тому, чтобы направить этого пациента, ну, скажем там, к тем людям, которые этим занимаются. Двигаемся дальше. Да, ну, естественно, вы, как говорится, мы не претендуем сегодня на какое-то систематическое, академическое изложение. Мы просто с Антоном Владимировичем порассуждали об этой патологии. И системные неакадемические беседы. Да, ну, то есть, надеемся, что это будет поводом прочитать не какие-то схемки, а прочитать, так как говорится, хорошие обзоры современные на эту тему, потому что все вопросы там, по сути, эмуссируются. Да, ну, и, наконец, гиперальдостеронизм первичный – это далеко не всегда синдром Кона, и чаще всего это ситуация, которая требует консервативного лечения. Фиохромоцитомы, ну, наверное, самое интересное заболевание. Вообще, вот, по-моему, из отдельных случаев клинических пациентов с фиохромоцитомой можно вообще составить такой вот фолиант, как книгу рассказов, и каждый этот рассказ будет считаться либо как детектив, либо как комедия, либо как трагедия, либо как трагикомедия. Мне кажется, большего количества каких-то ошибок, заблуждений, даже недоразумений, связанных с фиохромоцитомом, еще мало где можно найти. Ну, я соглашусь, да, хотя последние лет, ну, почти уже скоро 20, это, как говорится, здесь немножко вот это вот напряжение, оно снижается с появлением вот этой системы, с появлением концепции метанефринов и альфа-адреноблокаторов длительного действия. Это, в общем-то, как бы ситуация не столь драматична, хотя, если взять вот эти монографии 20 века, там, допустим, там, так сказать, там, конечно, все, особенно хирургами написаны, сами же понимаете, как хирурги будут писать. Там санавиация, там, в чуме, там, вот это все романтично, там, стенка мочевого пузыря, там, провоцирующие, там, так сказать, прямочеиспускание кризы, просто хочется плакать. Один раз в жизни видел параганглиом, то есть, вот, нет отпущенного эфеохромоцитома в стенке мочевого пузыря. Ну, вот это все, это все такая, как говорится. А, кстати, вот из таких совершенно безумных историй, года три назад мне-то уже этого пациента привели на предоперационную подготовку, а история такая, 49-летний мужчина, он какой-то совершенно спокойный, какой-то бульдозерист по специальности, по профессии. Вот, у него появляются кризы, ему говорят, ну, родной, у тебя панические атаки, тебе надо лечиться у психиатра. Он спокойный, ну, надо, надо, сказали, сказали, ну, завел бульдозер, поехал в психиатрическую больницу, его госпитализировали, полтора месяца лечили нейролептиками, там, антидепрессантами, все как полагается, криза не проходит. Полтора месяца подумали, не феоли, вот, такое все-таки тоже бывает. И попали. Но, на самом деле, вы понимаете, опять же, вот, лик меняется, потому что, на самом деле, нам очень многое рассказало, вообще, очень многое нам рассказало о вот этой вот гипертензии, это вот эндокринной артериальной гипертензии, вообще, оба вот обсуждаемых, обсуждаемой патологии надпочек, инциденталомы, да, то есть ситуации, когда у пациентов выявляются объемные образования при каком-то другом обследовании, в лучшем случае сделаны по какому-то нормальному поводу, и дальше, естественно, если этот объем выявляется в надпочечнике, значит, дальше, соответственно, мы делаем определенные тесты, включая, вот, как бы, на самом деле, если у пациентов без, допустим, без гипертензии, не надо искать гиперальдостеронизм, да, допустим. Кушинг, все-таки, ну, скажем так, ну, можно сделать этот тест, но вот тесты на ФЕО, то есть определение метанефринов, они всегда, даже при отсутствии симптомов, они все равно, их необходимо проводить при выявлении, впервые выявлении объемных образований надпочек. Да, последняя пациентка была вот ровно такая, это дифференциальная диагностика инциденталумы, и мне, как человеку, который в первом медиа отчасти занимается за подготовкой этих пациентов, была проблема ее готовить, потому что на нормальном давлении назначаешь альфа-блокатор, и, естественно, ожидаешь гипотонии. Ну, а как бы, не назначить альфа-блокатор, вроде, тоже неправильно. Ну, я к тому, что на сегодняшний день, большая часть, вот статистика последних лет, значит, большая часть феохромоцитом, они выявляются в рамках просто у нормотензивных пациентов, без особых клинических проявлений, просто на скрининге, вот, собственно говоря, по поводу инциденталум, да, вот, как говорится, большая часть феохромоцитом. То есть, по сути, ну, как это объяснить, сложно это объяснить, скорее всего, ну, какими-то компенсаторными процессами, как бы метаболизацией катехоламинов и так далее, да, то есть, как бы, кризы возникают в меньшей части, да. И, на самом деле, я опять же скажу, что приходилось видеть и не такие уж тяжелые гипертензии, да, то есть, видите, вот эта классика, да, к середине 20-го века, на которой мы учились, она на сегодняшний день немножко мутирует. Ну, просто, естественно, что видели вершину айсберга, так же, как он видел самых тяжелых пациентов, так же и наши учителя видели самых тяжелых пациентов. Ну, вот, мне кажется, здесь, обсуждая эту тему, наверное, стоит говорить не столько о диагностике, потому что диагностика простая, сколько о вот всевозможных масках и ситуациях, когда об этом нужно задуматься. Многие, мне кажется, считают, что феохромоцитома – это вот обязательно болезнь кризовой гипертонии, это вот какой-то такой вот аналог панических атак, и всем пациентам с паническими атаками надо смотреть метод нефрины. Ну, может быть, это и... А вы вообще слово «криза» отменили, по-моему, нет? Вы же отменили кризы гипертонические? Сейчас страшно на экзамене спросить, как вы будете купировать гипертонический криз, на тебя посмотрят, как на какую-то дедушку полоумного. Откуда? Как раз термин «гипертонический криз» остался, но он теперь характеризует только то, что раньше называли «осложненный гипертонический криз». Кстати, криз настоящий припевромоцитомия. То я уже, да, я уже тут, так сказать, попытался спросить, да, по старинке. Ну, что еще? Бывают некризовые формы, то есть постоянные формы, когда давление в течение суток, в общем, достаточно стабильно, ну, или там с какой-то естественной вариабельностью повышается, но, в принципе, это вариант некризовый. Я же помню, девочка 18 лет была, пациентка у нас лежала на девятом этаже, у нее среднее давление, как она выносила этот мой аппарат, я не знаю, но среднее давление у нее было, это 215 на 150, причем почти вот, почти устойчиво, да, конечно, все пугались. Ну, вот здесь, я хочу сказать, что вот здесь, вот этот, вот если возникает какая-то идея, да, вообще, в принципе, если что-то как-то с гипертензией, что-то как-то криво, косо, то, в принципе, сделать этот тест, вот он, скажем так, его, у пациента с гипертензией, на мой взгляд, в принципе, сделать не грех. Ну, он простой, достаточно, я имею в виду норм метанефрин, метанефрин, то есть, с ним нет такого, да, там есть серая зона, но, так сказать, с ним и вообще с этой патологией нет такого, такой двусмысленности, как с гиперлестеронизмом. С гиперлестеронизмом, видите, мы даже тоже ушли с вами куда-то сразу в дебри, а здесь, в общем, появление феохромоцитомы, оно достаточно однозначно, да, то есть, феохромоцитомы, оно потребует хирургического лечения, и, ну, на сегодняшний день не экстренного после подготовки, да, это, как говорится, отличает современный мир, но здесь двухсмысленности нет, потому что ее надо отрезать, более того, пациент действительно будет спасен, если вы это сделаете, потому что он ходит под богом в этой ситуации, вот, и поэтому здесь вот эти вот вещи, они куда более значимы, я бы их даже расширил, может быть, даже. А, кстати, плазма или моча? Вот, ну, вот я сейчас покажу, да, вот то было у нас, вот эта новая картиночка, это такая моя любимая классическая схема, в принципе, все то же самое, вот мы как-то традиционно привыкли к экскреции с мочой, вроде, это первый тест, который появился, который, как-то мы так признали, сейчас появились плазменные метанефрены. Ну, это ускоряет процесс, но, понимаете, здесь самое важное, каким методом они определяются, потому что это в идеале должен быть, должна быть тандемоспектрометрия, да, соответственно, то есть это должны быть не иммунные методы, все-таки это катехоламины, это, причем они очень маленькие, а это метаболиты, да, то есть это малые молекулы, да, поэтому здесь возникает вопрос о, раньше, давным-давно, как вы помните, были химические методы определения, да, там, ВМК, да, Я еще помню, я шутил все время, ВМК, так же, как внутриматочный контрацептив, то есть это только это ванилилминдальная кислота, вот, но, как бы, вот эти малые молекулы, они всегда, почему, кстати, почему вот эта история адреналин, норадреналин, вот это вся, вот это все вызывало кучу проблем, ванилилминдальная кислота, гумованилиловая, потому что они очень мел, маленькие, да, и, соответственно, определение их при помощи вот этих антител, оно вызывает проблемы. Как и определение стероидов, кстати, но вот здесь, я еще раз говорю, что здесь, конечно, вариант неиммунные методы, то есть это, в принципе, ну, лучший вариант, а тут спорить можно бесконечно на эту тему, я думаю, что для докторов это вот такие мелкие вещи, они не столь важны сейчас. Короче, метанефрин и норм метанефрин. Соберетесь давать, я надеюсь, что после нашего разговора сразу появится куча поводов это сделать, так сказать, вам, вас научат лаборатории это делать. Хорошо, опять же, то есть, три нормы это прям вот почти наверняка, две нормы может быть, и дальше визуализация и к нам. Ну, дальше, хотя бы даже если уже там три нормы, то уже, как говорится, отправляйте в какие-то специализированные центры. Но я хочу сказать, что вот этот тест, он, если он делается в лаборатории, да, и вы просто осознайте этот момент, только имейте в виду, что надо сначала с лабораторией пообщаться, что они готовы это сделать и так далее, то есть, это не просто отправить в это самое, в пространство куда-то человека, потому что тут вопрос консерванта, соответственно, и так далее, то есть, есть моменты, но вот этот тест, поверьте, он, в отличие от предыдущего из обсуждавшихся, и от того, который будет еще обсуждаться, он достаточно, ну, скажем так, реально может человека спасти. Ну, вот. 10% вне надпочечниковой феохромоцитомы, да, то есть, если мы не нашли фео в надпочечнике, то, соответственно, есть смысл поискать ее где-то поблизости, там, каким-то методом либо визуализации, либо сцентографией, недешевое удовольствие, ну, в Москве его можно сделать, да, сцентографией СМИБК позволяет визуализировать вне надпочечниковой зоны накопления радиофармпрепарата, ну, к счастью, это встречается достаточно редко. Ну, основной вал будет идти, конечно, я хочу сказать, все равно основной вал на сегодняшний день определения метанефринов – это пациент с объемным образованием надпочечников, случайно выявленный. Вот это вот как бы, поэтому, в принципе, вот иногда возникает, а нужно ли этот тест держать, такое редкое заболевание и так далее. Оно редкое, конечно, но, понимаете, дело в том, что вот если вы его диагностировали, это, как говорится, вот попали, это вы попали просто вот в яблочко, понимаете, потому что, если вы диагностировали, вы спасете этого человека, да, то есть, как бы, это не мутный скрининговый тест, да, пусть это будет, так сказать, редко, но это будет реальное спасение. А сколько вы человека вот так спасли, вот так вот прямо, вот когда вы четко понимаете, что вы просто на глазах у изумленной публики спасаете человека от реальной угрозы. Это как раз тот тест. Ну и, наверное, в завершении этой темы надо два слова сказать о подготовке этих пациентов к хирургическому вмешательству. Там есть один, вернее, один очень простой, но очень важный принцип. Сначала назначают альфа-блокаторы, и только потом, через несколько дней, через 3-5 дней, можно добавлять бета-блокаторы. То есть мы начинаем терапию доксозазином, тетруем дозу по артериальному давлению, а дальше фактически по ЧСС на 3-5 день добавляем какое-то из множества бета-адреноблокаторов и, собственно, отдаем пациенту к хирургическому. Ну да, здесь типичная ошибка, хочу сказать. Это отмена альфа-блокаторов при падении артериального давления. Понимаете, как бы. То есть феохромоцитома может проявляться гипотония. Поэтому пациента желательно положить, ну где угодно, дома положить. То есть эта подготовка ведется в постельном режиме. И когда давление начнет падать, да, то это как раз наоборот повод продолжить эту терапию. То есть падение, которые могут быть в начале этого лечения, вот типичная ошибка, это сдергивание этой терапии, а типа все уже. Вот как бы тут момент, это очень важный, он подробно описан, я не могу углубляться в это, но имейте в виду, что мы кладем этих пациентов именно для того, чтобы вот эти гипотонические реакции, да, они не были, так сказать, болезненные, там кто-то не упал где-то, там, так сказать, не разбил себе что-нибудь. Ну да, кстати, в принципе, подбор альфа-блокаторов начинается, это даже касается не только пациентов с феохромоцитомой, просто мы их сейчас редко используем для лечения пациентов с обычной гипертонией, он начинается с небольших доз в вечернее время и с предупреждением пациента о возможности ортостатической гипотонии. То есть это у вас дилататора. Ну я хочу сказать, что вот эта терапия, она видоизменила отношение к феохромоцитоме, потому что, допустим, на сегодняшний день, если выявляется, допустим, синдром Сипла, да, медулярный рак с фео, то на сегодняшний день, когда можно подготовить спокойно пациента к операции под феохромоцитомы, то, в принципе, зачастую первой операцией оказывается даже тироидоктомия по поводу медулярного рака. Ну я могу сказать, у меня самая, у нас самая была веселая история с фео, тоже вот нормотонический вариант, беременной женщине, абсолютно беременной, на поздних сроках при этом, она суррогатная мать, ей делается УЗИ, естественно, плода, ей обнаруживается на УЗИ объемное образование надпочечника, мы диагностируем феохромоцитому. Ну это все бы, вот если вот, как бы, понимаете, это вот такие хорошие 70-е годы, это такое описание, там у Козеева, я еще помню, там, как он там у беременных феохромоцитомы, там они там делали, там просто кесарево сечения и все. Сейчас она, эта дамочка, она, собственно говоря, на Кордуре, она догуляла себе эту беременность, она родила на Кордуре, по сути дела, и после этого была удалена феохромоцитома. То есть вот эта ситуация, она радикально видоизменилась, то есть операция перестала быть экстренная, она, наоборот, стала требованием к этой операции, стала именно адекватная подготовка. Тогда эта операция, в общем, она спокойная вполне себе. Ну что ж, давайте двигаться дальше. И завершающая часть этой тряды – это синдром Кушинга. Ну вот опять же, я не знаю насчет 2-5%, европейцы вынесли эту цифру, я, конечно, совершенно не готов под ней подписаться. Более того, я понимаю, что же в клинике эндокринологии там ординаторы, которые заканчивают ординатуру по эндокринологии, говорят, что мы за 2 года не увидели ни одного Кушинга. Нет, ну, во-первых, точно увиделись, они где-то сидели, прятались от этого Кушинга. Здесь очень тонкий вопрос, касающийся так называемой автономной продукции кортизола и субклинического Кушинга. Вот он очень обсуждаем сейчас. Но я думаю, что мы не можем сейчас уходить в эту тему глубоко. То есть вопрос, как интерпретировать тесты, очень неоднозначные. Я бы все-таки начал с тех, кому эти тесты нужно делать. Вот что должно быть написано на лице у человека, чтобы мне захотелось скринировать его на предмет Кушинга? Ну, смотрите, самая типичная ошибка – это вспомнить о Кушинге только если там с 3. Я вас разочарую, с 3 примерно у 2-3 Кушингов они реально почти отсутствуют. То есть вот это, понимаете, это наш грех, как вы говорите, что мы в каждом атласе эндокринологии, если это Кушинг, мы его какого-то просто… Арбузик такой, живот черно-белый, как арбузик. А там вот эти, да, кстрии, и у всех вот эта ассоциация. Значит, я бы сказал, что ключевой момент, который почти всегда есть при синдроме Кушинга, это миопатия. Вот миопатия – это реально, да, то есть как бы реально симптом практически, ну, если не обязательный, то он, ну, почти всегда есть, он самый частый. Миопатия в виде гипотрофии, то есть в виде отсутствия, простите меня, крупных массивов мышц на попе, то есть это как бы реальная миопатия, да, потому что избыток кортизола – это развал белков в виде мышц и их переход в углеводы, вот. Просто имейте это в виду, потому что зачастую вот пациент без этих стри несчастных, таких Кушингов приходилось видеть, которые не замечались, ну, потому что вот эта ассоциативная связь, и доктора тоже не виноваты, в принципе, он действительно редко встречается. Это мы-то видим, в общем, а так вот действительно видишь просто какой-то развальный Кушинг, но без стрии, этот диагноз не ставится до победного. Поэтому, ну, здесь все перечислено, я думаю, что, да, то есть диабет, конечно же, очень получается большая группа пациентов, потому что, ну, представьте, вот гипертоник, да, у него такой видок такой, знаете, человека выпивающего, такой вот, у него такое лицо, такого потатора, такого нормального, добродушное лицо, диабет, то есть он такой с ожирением. Понятно, что если это, как говорится, мужчина или женщина в постменопаузе, там живот будет увеличен, ну, так сказать, преимущественно. То есть, в принципе, вот эти тесты мы делаем достаточно часто. И это проблема, потому что эти тесты, их интерпретация, они имеют серьезные сложности. Я имею в виду тесты на оценку продукции кортизола. Ну, давайте тогда к тестам перейдем. Вот это тот слайд, которым я традиционно пользуюсь. Вот тоже он куда-то восходит к каким-то древним временам. Но, по-моему, ничего не поменялось. Не поменялось. То есть три теста для того, чтобы, как говорила Галина Афанасьевна-Мельниченко, разделить весь мир на кушингов и некушингов. И один тест, который использовать не надо. Речь идет о кортизоле в крови. Вот это, по-моему, одна из самых частых ошибок. Да, возьмем сейчас из крови все, что можно объяснить. Ну, базальный кортизол в крови имеется в виду. Не в пробе, а именно просто базальный кортизол. Вот. Да. Безусловно. Здесь нужна оговорка еще какая. Опять же говорю, что почему вот все эти проблемы с кортизолом, вот такие вот, вот все эти, вот вся эта история. Потому что определение вот этих маленьких гормонов, я понимаю, я уже надоел, наверное, всему человечеству с этой темой. Ну, допустим, кортизол и кортизон отличаются одной гидроксильной группой. У нас в крови циркулирует и тот, и другой. Если вы сдадите в лаборатории при помощи антитела, определите кортизол, вы все вместе определите. Что в слюне, что где угодно. То есть обе молекулы не будут отличаться, понимаете. Поэтому вот то, что касается определения кортизола и его проблемы, это именно специфичность. И в дальнейшем, в перспективе, эта ситуация может облегчиться, когда мы, опять же, будем определять это какими-то методами неиммунными, неантительными, да, то есть там будет тандема, спектрометрика, жидкостная хроматография. То есть это может, эта ситуация может быть немножко облегчиться. Но все эти страдания заключаются в том, что вот эти тесты, они подвержены очень большим, ложно, очень много ложноположительных факторов, приводящих к ложноположительным ответам. Ну, из этого практический вывод какой? Надо делать несколько тестов. Мы обычно стараемся делать пару. Кортизол в слюне мы полюбили за его простоту, и, например, там тест с двумя таблетками дексаметазона. Ну, вот смотрите, это тесты, которые обладают как бы высокой чувствительностью. То есть эти тесты, их результат прекрасен, когда он отрицательный, грубо говоря. То есть вот если вы увидели, что в малой пробе упал кортизол ниже 50, вот здесь вы можете быть совершенно спокойны, что это точно не Кушинг. То есть как бы вот этот результат, он свидетельствует об отсутствии заболевания. Очень хорошо. Ну, кстати, для нас это очень хорошо. С учетом того, что болезнь редкая, это исключается, подвигается дальше. Нет, это так и задумано. То есть вот здесь, да, но в обратную сторону не работает. То есть если вы не получили подавление, допустим, в этой пробе, да, то есть там кортизол, допустим, 200, это еще не значит, что это Кушинг. Более того, я хочу сказать, что вот эта вот группа с таким вот не до конца подавленным кортизолом, среди них большая часть пациентов, у них нет никакого Кушинга. Это пациенты с сахарным диабетом на сахароснижающей терапии, когда у них гиперинсулиномия и кортизол не падает просто. Это пациенты просто с ожирением. Это пациенты, которые, ну, там масса всего есть интересного, понимаете. Самая банальная история – это ожирение. Там не подавляется просто в принципе. Да, потом, допустим, алкоголь, это не то, что пишут хронический алкоголик, да не просто, да не просто, вот если выпить там даже немного какого-то вина вечером, перед тем, как сдать этот тест, все равно получите недостаточное подавление кортизола. То есть, не до конца подавленный кортизол в дексаметазоновой пробе, он, в общем, имейте в виду, что это не значит, что надо пациента сразу испугать. Поэтому, мать, вот слюна, вот слюна действительно просто, но я не знаю, почему-то люди как-то боятся в слюне что-то определять. Непривычно, видимо. Не учили в школе. Привычно, да, хотя сейчас вот к этим эпидорфам уже все привыкли, просто неинвазивно. Ну что ж, и мне кажется, вот в завершение очень важно еще раз повторить вот это правило, которому мы старались следовать на протяжении всей нашей встречи, диагностика от гормонов. Мне кажется, в эндокринологии вообще это общее правило, да, от гормонов к структуре, к визуализации, но вот здесь уж точно. Ну, вообще-то, вы знаете, как ни странно, вот особенно если брать последний пункт, кушинг, здесь вот на сегодняшний день, поверьте, вот клиническая картина, я не знаю даже, какое значение имеет, я не могу сказать, что большее, чем гормональные исследования, но поверьте, что при должном опыте, понимаете, как бы, ну если я вообще ничего от кушинга не вижу, понимаете, ну вообще ничего, то я, понимаете, я, поверьте, буду до последнего добивать этого пациента, чтобы исключить эту вещь, потому что чаще всего так и получается по опыту, потому что вот эти перекошенные кортизолы, то есть я опять же хочу сказать, что вот хоть мы и живем в 21 веке, но здесь вот клинический опыт, он не потерял актуальности, могу сказать, но здесь, конечно, вот здесь указаны совершенно четкие вещи, это, конечно, идеал, Антон Владимирович, вот это идеал, это мечта. Я старался, я создавал этот слайд много лет, чтобы, наконец, вы его похвалили. Да, это идеал, к которому надо стремиться, понимаете, вот, но просто вот вы посмотрите на него, каждый подумаете, вообще вы вот делаете так или нет, или это мы вот, обычно это говоришь, обычно говоришь, там, не надо делать на всякий случай что-то, не надо делать на всякий случай это, вы подумайте вот о себе, вспомните последние три дня своей работы и подумайте, сколько тестов вы на всякий случай сделали. Ну, причем, мне кажется, вот на практике позиция номер один, она очень часто случается, да, давайте, что там с этими гормонами, вот что тут Валентин Викторович говорил, что какие-то методы, вот надо звонить в лабораторию, давайте сделаем КТ, сейчас и все посмотрим, и почки, и надпочечники, и почечные артерии, 33 удовольствия. Вот, то есть вероятность того, что у пациента с гипертонией и объемным образованием надпочечника, какая-то будет инсиденталома, то есть гормонально, вернее, даже так, гормонально неактивное образование эссенциальной гипертонии, она весьма высока. Ну, здесь, к сожалению, надпочечники находятся как раз на том уровне 12-го поясничного, ой, извиняюсь, 12-го грудного, 1-го поясничного, там находится почти все остальное у нас, поэтому в этом месте очень любят по другому поводу посмотреть, и вот здесь возникает, конечно, вопрос. Ну что ж, давайте мы плавно перейдем к вопросам, которые как раз вот и возникли. Изначально пациент с артериальной гипертензией пришел сразу к эндокринологу, минуя врача-кардиолога, и он не входит в категорию вышеописанных пациентов. Молодой возраст, семейный анамнез и т.д. Следует ли начать поиск эндокринных заболеваний, если при сборе анамнеза в физикальном обследовании не к чему притянуть из эндозаболеваний? Слушайте, ну вот опять это начинается, вот это разделение, такое впечатление, что это, знаете, как два племени какого-то, давно воюющие племена каких-то людей, которые, понимаете, кардиологи, а я не кардиолог, я эндокринолог. Ну рассуждайте с общечеловеческих позиций, какая разница, как вы себя называете. Тут самоидентификация, понимаете, она, мне кажется, не так важна. Действуйте в соответствии, тут несложно, даже если вы дерматолог, я прошу прощения, ниже падать уже некуда. То есть в этой ситуации даже вы можете. Следует ли начинать поиск? Ну следует, если это нужно, то следует. Знаете, кстати, если открыть рекомендации эндокринологической по первичному гиперальдостеронизму, то там, в принципе, в перечне показаний к обследованию фигурирует артериальная гипертензия второй степени повышения давления. То есть, строго говоря, просто у человека, у которого есть давление 160 на 100 и выше, вы можете уже посмотреть альдостерон с ренином. Ну вот это давайте выберем, тут часть просто по гипертонии каких-то. Да, ну я очень быстро отвечу, очень рады видеть любимых лекторов. Вы как увидели. Вас любят, да, вас любят. Нет, там во множественном числе. Вы моложе, вас больше должны любить. Хорошо. Если выставляется артериальная гипертензия у молодых лиц от летов 20-30 лет первой степени, с каких групп препаратов лучше начинать? Ну, сначала по поводу обследования. Вот надо начинать с суточного мониторирования артериального давления. Не обязательно у пациентов молодого возраста с подозрением на гипертонию первой степени, а вот эти молодые лица, атлетические лица, они склонны к гипертонии белого халата, там употребление, кстати, всякой вот этой чешуи спортивной. Это не чешуя, а луфтовый. Да. Слушайте, это как имя, это касса, это сборы, понимаете, как это говорилось? Значит, прежде всего нужно поставить диагноз при помощи суточного мониторирования артериального давления. Строго говоря, начинать вы можете с чего угодно, ну, наверное, начинать с артанов, с блокаторов ренина-ангиотензиновой системы. Так я и знал, все-таки не зря я вот с вами часто выступаю вместе. Но при доказанном диагнозе. Давайте вернемся к эндокринным гипертониям. Какие ошибки чаще всего допускаются при диагностике первичного гиперальдостеронизма? Самая простая ошибка, вы не поверите, это не сдача, не определение ренина, вы понимаете? Вот самая частая ошибка. Вот. Это самая частая. Вот. И есть проблемы с интерпретацией, опять же, не учет приема лекарственных препаратов. Самая банальщина. То есть пациент принимает тонну ингибиторов АПФ вместе с вирошпироном, я не знаю, с чем угодно. То есть лекарственные препараты. Вот. Вот это самая простая история. Почему? Вот я говорю, вот самая простая, она действительно простая. Потому что мы с вами говорили, вот эту тонкость, она вообще далека от, так сказать, того, чтобы считаться популярной. Вот неопределение ренина, это милое дело. Ну и третье, наверное, гиперальдостеронизм и объемное образование. А приори рассматривать это образование как альдостерон. Потому что очень может быть, что это гормонально неактивная аденома у пациента с двусторонней гипертоназией. Но это все равно, что рассматривать каждый узел в считательной железе как рак, понимаете. То есть абсолютное меньшинство объемных образований надпочечников являются гормонально активными структурами. Да, ну вот вопрос от Дарьи, мне кажется, мы на него ответили. Информативен ли анализ на кортизол плазмы для диагностики кушингоида? Ну, если это делается в рамках, допустим, ночного подавляющего теста с тексиметазоном, то да. То есть информативно? Базальный тест, он может быть, скажем так, ну если он 10 тысяч у вас кортизол в крови, понимаете, он безумен, то это будет иметь значение. Но в 99,9% по базальному кортизолу ничего вы поставить не можете. Проводите тест. Кстати, его вообще не надо определять исходно. То есть вы просто даете дексиметазон и определяете уже супрессивный кортизол. Две таблетки дексиметазона на ночь по 0,5, получается единица, это один. Исходный кортизол не имеет значения, вам нужен только один. Какие есть показания к определению ТТГ при повышенном артериальном давлении? Да всем определяется ТТГ. Мне тоже кажется, вот я совершенно согласен, что если вы вообще вспомнили о неопределителе ТТГ, поставьте там галочку. Да, если у вас возникло в голове слово ТТГ, то это знак. Какие особенности гипертензии наиболее характерны для феохромоцитома? Интересуется Ксения. Ну, они описаны в классических учебниках, но поверьте, что вы их чаще всего не заметите. Вы их не заметите. Да, кризовая, да, гипотония, да, с рядом симптомов. Но вы, особенно без опыта, вы их не заметите. Считайте, что это гипертензия. В принципе, просто гипертензия. Да, я бы сказал, что это не всегда вот эта классическая кризовая гипертензия, которая описана в учебниках. Это могут быть пациенты с относительно стабильным профилем артериального давления. Хорошо, потом, когда ретроспективно мы уже поставили диагноз феохромоцитома, тут мы начинаем присматриваться. А, так она все-таки с кризом. А, так там и давление падало. Так там еще и какая-то вегетативная симптоматика. Вот, так что... Ну что ж, уважаемые коллеги, вопросов больше нет. Мне кажется, сегодня была интересная беседа. И я очень надеюсь, что наши беседы в рамках кардиоэндокринологических наших встреч, они будут продолжаться. У нас еще много есть желез внутренних секретов. Жизнь длинная. Внутренние секреции. Владимир Владимирович, мы еще, я надеюсь, мы еще, как говорится. Тем более, что мы, оказывается, для кого-то любимые, понимаете? Это повод. Это повод продолжить эту любовь. Спасибо большое. Счастливо. Дорогие коллеги, всего доброго, хорошего дня. Дорогие коллеги, всего доброго.